я приветствую на канале дороги evolution приглашаю прокатиться и со мной по трассе р-228 саратовской области 7 октября 2020 года вторая часть сюжета дороги от из саратова до хвалынска то есть первую часть я показал вам его шанки объездной дороге теперь на чем заканчивая на том и продолжает впереди еще три части дороги волынска шестая часть может я разделю там чтобы показать полностью может еще несколько частей получится пропал это обратно дорогу показывать не буду ракурс потому что получается туда я еду с рассветом обратно с закатом солнце опять в камеру но и за это время за полдня ничего на трассе не произошло то что вы сейчас увидите первую часть смотрим сейчас во второй части смотрите и как всегда говорю в ютюбе рутюбе в одноклассниках контакте дзен яндексе выкладывать данный сюжет смотрите подписывайтесь пишите читая отвечаю все как обычно где кому как удобно мантру свой пропел и смотрим вот на дорогу я ехал и отдыхал это рано утром я стараюсь выехать пока еще машин меньше больших спокойнее можно проехать и опять же на рассвет встречать в дороге и вообще как-то легче ехать участок разбил умеет сюжет разбил на 5 частей как раз говорю и вот показываю в ускоренном режиме просмотр чтобы побольше вам показать и разделил на 5 частей чтобы не как было прошлый раз я варился уже в сюжете предыдущем показал от терсы до саратова 50 минут сюжеток очень долго вот по 15 минут вам мне кажется достаточно посмотреть и убедиться в таком состоянии была дорога на на 7 октября 2023 года и как всегда тоже говорю этот день обмена возврата не подлежит день удался и облачность была и солнце было и ветрено было очень ходили мы заглядя вперед про клаванск буду рассказывать полоск на каванчу потом съездили на 3 черемшаны кто помнит как-то мне прошлом году писали что вы не знаете где находится черемшан я там прожил как раз будет ровно вот 13 октября 2020 года ровно 30 лет как я уехал из холмской так что я хвалы знаю прошел его и проводил весь его из грибами и велосипедии на их волынской но чуть поменьше холмский район и вот съездили посмотрели в каком состоянии находится это черемшан 3 или это родник он называется как-то вот потом назвали прошелся по местам своего детства где он был маленький приходил в гости и просто приезжали смотрели купались так что это будет впереди а здесь мы продолжаем движение по трассе и в каком состоянии дорога да где-то идет ремонт но в остальном дорога была хорошая взять то что за два с половиной за два 35 я доехал из хвалынска саратов и обратно засек туда когда мы ехали пришлось остановиться там на перекрестке на балаково ждали человека то есть я не могу сказать ну опять же меньше трех часов даже мы там 20 подождали и поехали меньше трех часов до холмска получилось а из холмска саратову 235 уложился не торопясь не превышая так сказать скоростной режим и правил не нарушал какие изменения вот здесь вот до студеновки дорогу тут ремонтирует можете быть не может быть а нужно быть внимательным так как сейчас будет сужение дороги объезд ремонт моста тира не разгоняйтесь хоть здесь позволяет дорога широкой стала кто помнит было две полосы вверх 1 вниз и теперь вот по две полосы вверх и вниз еще будет освещение все лучше и лучше становится дорога и 228 хвалясь сказать что я каждый год по мишка снизу полосы и вот смотрю как это все меняется где были такие заторы или так сужение расширяют и и будут представить и так понимаю еще отбойники разделительные полосу шикарно когда едешь обгоняешь по одной полосе спокойно и встречка еще разделительные полоса широко как-то не напрягает встречные эти машины даже которые там идут на блог ну вот смотрите вот здесь были была вернее дорога лужи и обгон тут был запрещен тут повороты были с увидите здесь были повороты на суденок по дороге направо весь стал теперь широкое место и очень удобно вот не за и дальше что будут они расширять если всю дорогу сарадская область такую сделаю это будет шикардос ну и конечно в общем проверки 229 я еще пока туда мало езжу плана да там кто-то написал что на узенск не желаете д хочу и на узенской в александров гай волга и питерку заехать и в ровные или перелюб ивантеев пусть духа вниз когда во все районные населенные пункты хочется заехать как эти отметиться и представить что же такое у нас районные центры какие в саратской области потому что и живу саратской области они всем не во всех районных центрах был вроде ничего такой но вот у каждого свое увлечение катаюсь и плюс еще вам показываю тем более еще хвалясь какие дороги на стороне такое ощущение что у нас дороги делает не только саратской области много где потом будет авто туризм у нас и вообще туризм будет в россии на первом месте строится отели строится модели которые но опять же назвать отели модели называйте по-русски гостиницы гостевые дома можем россии живем было за рубежом смотрел на там в первую очередь пишут на своем языке а потом может быть дополнительным там на английском или вот как улетать нагрузки добавляли но никак они писали вот камеры смотрите будьте внимательны никак они не писали что вот отель на вьетнамском языке а потом еще русский наоборот все на русском потом у нас как-то так вот синодская показывала направо у нас старесетская змеевые горы там показывал вам еще летом не видел посмотрите про синодской тоже рассказывал и вот мы проезжали мимо другой ракурс было обратно мы ехали из базарного карбулата и проезжали по этой дороге наблюдайте на дождик был должен составил но все не попадем мы не на каланчо и не на кладбище грезюка будет а нет повезло прошлись права не проехал там самой было еще отряд туристов рассказать родственников они на машине хотели подняться на само каланчо вернее давайте гулять основе веселку взаим там завода 10 минут там пройтись по тропиночке отлично прогулялись правда ветер холодники много я вам скажу очень-очень впечатлило но это на будущее вам а здесь мы продвигаемся и не забываем что здесь ограничение скорости синодской заканчивается и опять начинается вот такая дорога хорошая укору здесь был дорожный переезд всегда мы тут ждали периодически останавливаться то есть все уже железнодорожные переезды на этой трассе до хвалынской я теперь еду и не останавливаюсь вообще нигде из-за этого получается внутри доезжаю начинал все с 90 годов я начинал ездить сначала с тестем возил мне на своей машине потом я свою приобрел и вот первое же было переезд у нас где зоринский саратов выезжали и сразу бац на воском трассе переезд дальше ехали доезжали до швырёвки второй переезд третий переезд и был вот синодская и четвертая синая и вот это все там по 5 по 10 минут иногда и дольше намного дорога сейчас катишься и катишься сейчас вам показываю сам смотрю и теперь я хоть смотрю по сторонам на небо на облака а то за рулем ты смотришь только на дорогу есть участок такой но здесь есть возможность обгонять если нет вечно но хотела конечно хотелось бы перескажу что фуры эти большие машину 90 идут они спокойно то есть у них предел 90 больше не могут вы это достаточно как-то и раньше камазюки или мазики камазики как стены ехали или зелы какие-то были старенькие 60 километров в час по трассе едешь за ними упираешься здесь не забываем сбрасывать скорость потому что селёный пункт маленький но населенный пункт когда-то я помню вот дома справа люди жили еще я ездил и сейчас слева там будем гулять там тоже домик остался справа и слева когда-то я езжал люди жили там и теперь они разрушены стоят и никому не нужны ну вот так вот в жизни бывает следующий сюжет будет за начинаться с этого места где будет и заканчить это то есть я без монтажа ничего не урезаю показываю всю дорогу так что и кого это интересно играть с терпением еще раз повторюсь 5 частей трассы будет какая она вся дорога в таком состоянии на 7 октября 2023 года и получается 5 частей по 15 минут это 75 минут в час по большому счету вся дорога в моем сюжете так волоска так конечно два часа с чем то но опять же вам удобно сидели лежа дома смотреть с экрана чем вот так вот ехать до в машине неплохо тепло место напоминаем я всегда нормально ехать вот дорога на базарный круглок кто помнит и отсюда выезжал показывал эту трассу то есть я этот трассу показывал неоднократно теперь вот еще раз вам показываю как обычно но дороги нас одни и те же вот еще населенный пункт и не забывайте здесь камера да это у нас все воскресенский район забыл сказать знак где будет вольский район видите все эти знаки граничащие района то есть получается мы проезжаем проехали сюжете саратов да это ленинский район гагаринский район воскресенский район вольский район и но вот на этом сюжет сейчас будет заканчиваться когда ты заезжал волода ту горную машину там дорога наверху проходила еле мы когда заезжали спускались так что вот так это было давно 90 годах теперь вот так стало благодарю всех за просмотр берегите себя не болейте до встречи в новых сюжетах всем пока пока